Барышня-крестьянка Александр Сергеевич Пушкин В одной из отдаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню и с тех пор он оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах, в то время как он находился в отъезжем поле. Хозяйственные упражнения скоро его утешили, он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, утроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем околотке. В чем они прикословили ему соседи, приезжавшие к нему гостить своими семействами и собаками. В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал суртук из сукна домашней работы, сам записывал расход и ничего не читал, кроме сенатских ведомостей. Вообще его любили, хотя и почитали гордым. Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. Этот был настоящий русский барин. Работав в Москве большую часть имения своего и на ту пору овдове, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи у него были одеты английскими жокеями, у дочери его была мадам-англичанка. Поля свои обрабатывал он по английской методе. Но на чужой манер хлеб русский не родится. И несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григория Ивановича не прибавлялись. Он и в деревне находил способ входить в новые долги. Со всем тем почитался человеком неглупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался заложить имение в опекунский совет, оборот, казавшийся в то время чрезвычайно сложным и смелым. Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововведениям была отличительная черта его характера. Он не мог равнодушно говорить об англомании своего соседа и поминутно находил случай его критиковать. Показывал ли гостю свои владения в ответ на похвалы его хозяйственным распоряжениям? «Да, – заговорил он с лукавой усмешкою, – у меня не то, что у соседа Григория Ивановича. Куда нам по-английски разоряться? Были бы мы по-русски хоть сыты». Сии и подобные шутки по усердию соседей доводимы были до сведения Григория Ивановича с дополнением и объяснениями. Англоман выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты. Он бесился и прозвал своего «заила медведем и провинциалом». Таковы были сношения между семи двумя владельцами. Как сын Берестова приехал к нему в деревню. Он был воспитан в университете и намеревался вступить в военную службу. Но отец на то не соглашался. К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным. Они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить по каме с барином, отпустив усы на всякий случай. Алексей был в самом деле молодец. Право было бы жаль, если бы его стройного стана никогда не стягивал военный мундир, и если бы он, вместо того, чтобы рисоваться на коне, провел свою молодость, согнувшись над канцелярскими бумагами. Смотря, как он на охоте скакал всегда первый, не разбирая дороги, соседи говорили, что из него никогда не выйдет путного столоначальника. Барышни поглядывали на него, а иные и заглядывались. Но Алексей мало ими занимался, а они причиной его нечувствительности полагали любовную связь. В самом деле ходил по рукам список с адреса одного из его писем. О Кулине Петровне Курочкиной в Москве. Напротив Алексеевского монастыря, в доме Медника Савельева. А вас, покорнейший, прошу доставить письмо сие А.Н.Р. Те из моих читателей, которые не живали в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни, воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь. Они знания света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключения. Поездка в ближний город полагается эпохою в жизни, а посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. Конечно, всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями, но шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главная особенность характера – самобытность. Без чего, по мнению Жан Поля, не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшие образования, но навык света скоро сглаживает характер и делает душ столь же однообразными, как и головные уборы. Сие это будет сказано не в суд и не в осуждение, однако шнота ностра монет, как пишет один старинный комментатор. Легко выобразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышей. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным, первый говорил им об утраченных радостях и об их увядшей своей юности. Сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Все это было чрезвычайно ново в той губернии. Барышни сходили по нем с ума. Но всех более занята была им дочь англомана моего, Лиза, или Бетси, как звал ее обыкновенно Григорий Иванович. Отцы друг к другу не ездили, она Алексея еще не видала, между тем, как все молодые соседки только об нем и говорили. Ей было 17 лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное, естественно, балованное дитя. Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаяние ее мадам, мисс Жаксон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и сурьмила. Себе брови два раза в год перечитывала по мэлу, получала зато 2000 рублей и умирала со скуки в этой варварской России. За Лизу уходила Настя. Она была постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня. Лиза очень любила ее. Открывала ей все свои тайны, вместе с ней обдумывала свои затеи. Словом, Настя была в селе прилученной, лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова